Вечером понедельника на Владивостокском шоссе у остановки 11-й километр 25-летний водитель Тойоты Висты сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. За несколько секунд до аварии будущий пострадавший и еще несколько человек высадились из рейсового автобуса. Пересекали оживленное шоссе люди группой. Горожанин шел в числе последних. Он успел сделать по зебре от силы пару шагов. Недостатка очевидцев в этом случае не было. Один из свидетелей ДТП, автомобилист, который ехал навстречу нарушителю со стороны поста ДПС. По его словам, приближаясь к переходу, виновник аварии был не слишком внимателен. Не заставил водителя задуматься о появлении людей на пешеходном переходе и притормозивший впереди него универсал. Они ехали по второму ряду. Калдина остановилась. Виста перестроилась в первый и снесла пешехода. А водитель как-нибудь вообще себя вел после? Водитель нормально вел. Сразу достал, чем укрыть. Укутали пешехода. Скорую вызвали. Насколько серьезным было столкновение с человеком, можно судить по дыре в лобовом стекле висты. Очевидцы видели, как мужчину отбросило на несколько метров. Именно это побудило и неосторожного шофера, и сторонних наблюдателей не давать подняться на ноги лежащему на асфальте мужчине. Окружающие боялись, что пострадавший получил опасные травмы, но не ощущал их из-за адреналиновой атаки. Поэтому и настаивали, чтобы он дождался врачей в лежачем положении. Вскоре разъехавшихся очевидцев на месте ДТП сменили товарища водителя висты. Они желали вступиться за друга и полагали, что в этом им может помочь запись видеорегистратора висты. Комментируя съемку, приятели резюмировали. Пешеход вышел на дорогу слишком резко, чуть ли не бегом. Пойдет ли эта запись на пользу автомобилисту с пятилетним стажем вождения, весьма спорный вопрос. Подъезжая к зебре, а тем более увидев притормозившую перед ней машину, он должен был остановиться. Пострадавший, 88-го года рождения, госпитализирован в травматологическое отделение больницы. У него сломаны правая нога и левая ключица. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер.